Привет, мои прекрасные друзья! Видите, какой у меня казан? Это охотничий казан. Скоро мой муж уедет на охоту. В новом году прям сразу-сразу. А сейчас я решила его использовать. Хочу сделать ленивые фаршированные перцы. Вот почему ленивые, я покажу потом. Не потому, что я ленивая. А может и потому, что. А потому, что у меня ручка кривая. Так, это следующий ингредиент, как вы видите. Ну и вот такие вот перчики. Сейчас все покажу. Как с минимальными трудовыми затратами получить шикарный обед. Так, вот мы здесь нафаршировали перчики. Но так как вы верно заметили, мой муж был есть гигантизмом, и мяса у меня гораздо больше фарша. Видите, еще половину. По всему покажу, что делать дальше. Я просто в это расстояние положу совершенно чудесный фарш. И у нас его и такой луково-морковный. Фаршик. Это такие котлетки. А все это я делаю, глядя на Диму Даниэля Скалска. Болгария. Вот пока он там нас учит жизнь в Болгарии, я делаю канадско-болгарскую еду. Вот как-то так. Ну что, обнимаю вас в любовь. Перцами, чау-чау, мои прекрасные друзья. Вот как это выглядит в конечном варианте. Но сейчас еще покажу, что надо сделать с козьим молоком. Заодно отрекламируем болгарские специи. Вот видите, у меня их много разных. Это и на подарки, и для собственного пользования. Ну, сейчас покажу. А, завершающий жест. Завершающий жест это козье или овечье молоко. Вот слегка сюда заливаем. Ну, а потом уже сметаночка, когда будем готовенько. Все, друзья мои, приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось. Вот так, когда ручка не работает, мозги включаются. Я желаю вам здоровья, счастья и вкусной жизни. Чау-чау. Продолжение следует...